Фабрика Рошен в Липецке прекращает существование. Украинское руководство уповает на политические сложности ведения бизнеса, в то время как во голове угла все же нерентабельность производства. Не идут в России украинские конфеты. На разнообразие сладостей в магазинах это не повлияет, а вот на рынке труда скажется. 700 человек потеряют работу. Над тем, чтобы квалифицированный персонал не остался без средств к существованию, работают на всех уровнях власти. И предложения уже начали поступать. Это и пищевой промышленности, тот же самый Лимак, у которых есть, скажем так, подобные профессии. Обратился в центр занятости завод по переработке картофеля, белой дачи, который будет открываться в особой экономической зоне. К нам обратились специалисты из службы персонала кондитерской фабрики «Славянка», которые готовы трудоустроить. Фабрика находится в Старом Москоле. Потенциальные работодатели готовы компенсировать удаленность с предоставлением бесплатного жилья. К слову, за последние годы в Липецке это самое массовое сокращение сотрудников. Предыдущее было на том же Рошине три года назад. Что касается безработицы, в целом такой статус в прошлом году получили 3000 человек. К концу года больше половины из них нашли работу. Наибольшим спросом у работодателей пользовались продавцы, монтажники, водители автомобиля, повара, электрогазосварщики, электромонтеры, слесари, парикмахеры, охранники, неквалифицированные рабочие. Что касается квалифицированных гуманитариев, им стабильно сложно найти работу, несмотря на то, что в банке вакансий в 2016 году было 15 тысяч предложений. Спрос на бухгалтеров, экономистов и юристов скромный, а число выпускников этих специальностей год от года не уменьшается. Нередко получив диплом о высшем образовании в этих сферах, молодые люди вынуждены искать иные пути трудоустройства. Обращаются для прохождения либо переобучения, либо дополнительного получения дополнительного профессионального образования по другим специальностям. Это есть и это как раз одна из мер поддержки населения для того, чтобы обеспечить им возможность трудоустроиться. В минувшем году центр занятости направил на профобучение 570 безработных лепчан, а еще провел 21 ярмарку учебных и рабочих мест. Их посетили порядка полутора тысяч человек. Специалисты центра отмечают некоторые сложности на рынке труда, но нерешаемых проблем среди них нет.